Танкисты, всем здравствуйте, всем хорошее настроение, вы на канале Уковалёва и меня зовут Василий. Ребята, ну посмотрите, какое чудо появилось у меня в Ангаре. Этот танк называется Ю-Панзер. Немецкий танк 6 уровня, практически полная копия своей прокачиваемой версии ветки исследования. И он вас ждёт на 35 уровне боевого пропуска, в случае если вы его приобретаете за деньги. Ну и давайте посмотрим, что танк имеет у нас по своему, так скажем, снаряжению. И что имеет боевого на своём борту. Пошечка 6 уровня имеет бронепробитие 150 мм и неплохую голду 194. Средний урон 160 в принципе весьма очень даже свойственно для этого уровня. Конечно же мы с вами про броню никакую не говорим, потому что её, ну это средний танк и на броню просчитывать не приходится. Иногда что-то там, какие-то там скосы, шальные снаряды, конечно будут рикошетить. Ну это не потому что у вас есть броня, а потому что в вас нормально не прицелились. Так, урон в минуты 1641 это очень посредственное. Время сведения 3.9 это тоже не супер какие-то мега показатели. Конечно же все эти цифры будут вам очень наглядны, когда вы самостоятельно будете играть на этом танке. Углы склонения орудия 8, но он не самый низкий и возможно в некоторых ситуациях углы склонения вам чувствоваться не будут. Но за исключением может быть своей какой-то уникальности вы захотите его себе приобрести. Какого-то такого, не знаю, болотного лешего в свой ангар. Далее, мы с вами запасаемся шоколадками, мы с вами запасаемся дополнительным улучшенным топливом. Естественно, мы с вами берем голду, а не как на стриме вчера. И голды нам, я думаю, что надо будет немало. 24 вполне хватает для того, чтобы хоть как-то противостоять танкам 7 уровня, если, конечно же, их к нам закинуть. Но это не точно. Воевать будет сложно против ИСов, против всяких там Тигров, ФП, Тигров первых, потому что они апнуты, они мощные, бронированные. Посмотрим, что будет. Так, пока я вставлю вот первый рядочек брони, я не основной хочу ставить. Пускай лучше 1060 хпшек, может быть где-то поможет. Ну и давайте посмотрим с вами, что он может в бою. Юпанзер. Я так полагаю, это обычная ВК-шка 6 уровня, на которой навесили вот эти вот всякие волдыри, всякие вот эти вот анимации, якобы текущей воды с него. Вот. Не более того. Ну, смотрите, я единственный на 2 команду, которая есть этот танк. Очень странно, обычно парни любят катать песочек. Я пока не понял, ребят, это новая BP моделька, либо это не новая моделька. Очень похоже, что вроде как все по-старому, оно... Мы сейчас посмотрим, будет оно пачкаться или нет. Ну, вот какие-то такие вот отражения прикольненькие есть. Танк большой, ребят, танк большой, танк будут пробивать все. У танка особой там брони какой-то нету, да и маневренность на самом деле могла бы быть получше. Ну, по крайней мере, как по мне. Немецкая точность присутствует, несмотря на то, что вроде как по цифркам не очень все хорошо. Ну, 3,9 это, откровенно говоря, маловато. Вот, но вроде как что-то где-то есть. 165, мы танкуем 6 или 5 уровни, это очень нам льстит. Конечно же, спасибо за... Ну, это средний танк, не думайте, что он должен вас вообще выручать от всего. Нет. На среднем танке вообще-то нужно играть с его, вы не подставляться вот под такие плюхи по 160. Понимаете, да? Вот мехвод, пожалуйста, контузили. Контузили мехвода за что? Так, 200. Слушай, ну смотри-ка, пробиваем шестые уровни, пятые, шестые уровни. Блин, кайф, кайф, кайфули. И даже точность позволяет нам в пиксель практически выцелить, там, крусадера. Крусадера. Ха, не знаю, козлодера, короче. Так, хорошо. О, ВК-36. Вот с ним могут быть, кстати говоря, проблем. Ну вот, про что я вам говорил, что голда вроде неплохая, и сразу он становится весь таким сереньким. Вот, 36, 136. Не надо, не надо, пожалуйста. Но почему ты стреляешь в меня? Что ж я сделал тебе, пацан? О, моя ошибка. Моя альфа, моя альфа. Она мне принадлежит и таким же, как. Заберите его кто-нибудь. Спасибо большое. Альфа-202. Я не помню, какая на самом деле у него альфа, поэтому я так на самом деле безосновательно рисковал. Их там остаются КВ-2 опасные, ребят. КВ-2 опасные, это опасные всегда. Потому что у него по-опасному может залететь куда-нибудь фугас, взорваться около здания, например, около меня рядом. И хватит, в принципе, для того, чтобы вот просто 40 хп эти забрать. Так, КВ-2 опасные или КВ-2 безопасные? Ё-моё. Хорошо дал последнюю тыку, 2000 урона нанесли. Хорошо, неплохо пойдет, там, второй знак или, там, может быть, даже первый дадут. Ребят, против, извините, пожалуйста, пятых уровней, конечно, вы будете кайфовать. Ну, конечно, прикольно пробивать, когда, ну, знаешь, когда у тебя альфа выше, когда ты что-то танкануть можешь. Конечно, прикольно. А вот фулл шестерки тут будут страдания. А представьте, что будет, например, если вы будете противостоять семеркам, которые некоторые, точнее, вас все, абсолютно, все имеют выше ДПМ. По-моему, практически все. И альфу. Смотрите, я не заметил, у него на башке вертится флюгель. Или что это такое? Вау, и динамическая тень. Вы посмотрите, как отражается. Нет, ну, ребят, вот это реально красиво сделано. Не, конечно, не сам флюгель, а динамическая тень. Но он какой-то, он, он какой-то более отражающий, что ли. Посмотрите, он прям весь такой, он прям весь такой, он прям реально как будто металлический. Ну, как бы это прям видно, качество. Я не знаю, это не точно. Вау, 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 о май гарабл. Какие вы резкие, как поносы. Ребят, вы так не пугаете меня, пожалуйста. Ё-моё, тут Юпанзер, я не могу ему противостоять, ребята. Второму Юпанзеру я противостоять не могу, просто. Я отказываюсь противостоять второму Юпанзеру, это имба. Мне нужна срочная поддержка, мне срочно нужна помощь. Тем более КВ-2А, ну он, он не опасный, он безопасный, но все равно. Вы же понимаете, что у него каким-то образом углов склонения орудия хватит, я же знаю. Вау, мощь, броня, класс. Вот так вот, держите, пожалуйста. Ну, я же не буду с тобой тут перестрелиться, правильно? Ну что ты, ну что, что за врыв, чувак? Ну стоял бы ты на горе, было бы гораздо более полезен. Ну что ж ты вытворяешь? Я на самом деле, ребят, я вам честно могу сказать, не кривя душой, у меня есть план, может быть он будет для вас безумный, но у меня есть план, выкупить все танки из боевого пропуска. Ну вот эти вот шестерочки. Ну просто потому, что поприкалываться, может быть какое-то такое мини-сравнение, потом сделать, какой мне наиболее зашел, какой мне больше всего нравится. Ну прикольнее же будет. Тем более вам, ну большинству танкистов нравятся вот эти вот танки шестого уровня, вы любите катать песок, вот, то почему бы нет, согласитесь, почему бы нет. Пускай, пускай такой будет в нашем ангаре. Не надо, ну что ж ты делаешь, что ж ты себе позволяешь. Ну, ребят, этот бой, конечно же, не настрельный. Ох, 10! Урод с моей помощью, 651. Средуха отбита, да? Тысячу урона я накидал хоть в этом бою. 1257. Ну и давайте финальный бой. Я думаю, что в этом финальном бою нам, вы позволите посыраться. Потому что две победы, это хорошо. Приток первый бой на 2000 урона. Я постараюсь здесь накидать урон, чтобы, ну, примерно, средушечка была какая-никакая более или менее адекватная. Еще раз повторю, чтобы вы все меня правильно поняли. Я понимаю, что в комментариях будут такие люди, кто пишет, что этот танк не стоит того, что этот танк абсолютно полный ЭГЭ. И будут по-своему правы. Я вам, ребята, пытаюсь объяснить, что в принципе, в целом, боевой пропуск, это очень оправдывающая себя штука. И в нагрузку получить танк, я думаю, вообще неплохо. Тем более за 300-350 рублей, те плюхи, которые там есть, ребята, ни в одной игре, у которой есть донатная составляющая, вы никогда в жизни не получите такой дешевый донат. Я вас уверяю, парни. Так, я сейчас подставлюсь просто. Подними! Под сусто игр не хочу подставляться. Давай мы аккуратненько проедем, типа... А, ну вот они на нас уже не смотрят. Вот так вот, ВК-шка, давай-ка. А увидите, я вот про что вам говорю? Про УВН, помните, я вам говорил? 25? Вау, кто такой опасный? Ну, хватит. Ну, почему ты в меня стреляешь, пацан? Точности хватает мне. Мне точности хватает, мне точно стараются. Блин, если бы я играл на этом уровне, я бы даже кайфовал, что ли. Реально, я бы даже кайфовал от некоторых танчиков, которые тут есть. Ну, это серьезно, ребят, объективно, если говорить. Классный же. Ну, классный аппарат же, не? По-моему, классный. А все-таки успел, гаденыш. Ну, тут я подставился, вылез, почувствовал, знаете, такую какую-то безнаказанность и начал просто одупляться. Ой. А вот это интересно было уже. Вот это было интересно, почему так? Повезло. Здесь опять я очень сильно рисковал, но повезло, парни, повезло. Все, 6-1, еще одна победа. Ребята, это танк просто побед какой-то, вы понимаете, да? Это просто танк побед. Естественно, рассчитывать на броню, повторюсь, даже против некоторых танков пятого уровня, точно не стоит. Где-то, если вы играете от верхнего бронелиста, где-то, если попадает в скос, да, вы будете танковать. Но оно мало того, что не имеет особой брони, так оно еще имеет... Спасибо за фраг, парни. Оно еще имеет командирку, которая выцеливается. Оно, видите, в ВЛД заходит у всех. Поэтому так. 1916 среднего нанесенного дамага и 1745 у меня средуха на этом танке за три боя. Блин, мне танк понравился, ребят. Серьезно я вам говорю. Он еще не имеет такой уникальный камуфляж-обвес, который, ну, не оставит равнодушным вас, я думаю. Поэтому наслаждайтесь игрой на бесплатном танке, относительно бесплатном. Всем пока-пока.